Врачи из Турецкой Республики в очередной раз прибыли в автономию. Группу специалистов возглавил руководитель департамента по внешним связям Министерства здравоохранения Турции Камерен Эздень. Я надеюсь, что до субботы мы сделаем около 40 операций. Я сам уже пятый раз приезжаю в Гагаузию. Стараемся помочь нашим гагаузским коллегам. Мы будем приезжать каждый год. Мы любим Гагаузию и Гагаузов. Гагаузия и Гагаузова Здесь у нас пластических хирургов нет. Общие хирурги мы не занимаемся этим. У нас в Молдове этим вопросом занимается ожоговый центр. В ожоговом центре есть специалисты, хирурги пластические. А в Турции пластическая хирургия занимает практически первое место в мире по пластической хирургии. Очень развито. Это очень полезно для нас. И кое-что мы, конечно, для себя берем и будем применять на практике. В этом году в автономию прибыло 9 специалистов, из которых 2 анестезиолога, 2 детских хирурга, лор-врач, 2 гинеколога и 2 общих хирурга. Медики из Турции с первого дня проводят прием пациентов и сложные операции в Чадрлунге и в Камрате. Это врожденная патология, когда ушная раковина срослась с кожным покровом. Сейчас мы делаем надрез и отделяем сросшиеся куски кожной ткани в ушной раковине. Бабушка девочки, которой провели пластическую операцию на ушную раковину, говорит, что ранее она обращалась с просьбой провести хирургическое вмешательство. Однако не было специалиста, который бы мог провести такую операцию. Нам сказали, что бесплатно. Благодаря этим врачам. Спасибо, что они есть. Помогают нашим детям. Слуху не мешает, но начало скривляться ушко. И растет ребенок, растет и ушко, и он будет кривым потом. Напомним, это третий приезд турецких специалистов. Первый визит состоялся в октябре 2010 года. В прошлом 2012 году они посетили автономию в апреле. В рамках предыдущего визита около ста жителей Гагаузии были бесплатно обеспечены дорогостоящими слуховыми аппаратами.